Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. И снова сбой. Очередной котел вышел из строя на ТЭЦ в Яровом. На улицах и даже на свалках. Зачем в крае пересчитывают бездомных? Остаются зимовать. На Алтай перелетели лебеди. На ТЭЦ в Яровом очередной сбой. Котел, который запустили вместо сломавшегося котла, тоже вышел из строя, продержавшись всего сутки. Взамен на ТЭЦ пришлось ввести в работу котел номер 7. Его называют летним агрегатом, не способным на большую нагрузку. Сейчас на ТЭЦ идут ремонтные работы, которые должны завершить к 10 часам вечера. После начнется растопка котла. Напомним, череда аварий на ТЭЦ Ярового стартовала 1 ноября. Температура в домах, квартирах яровчан опускалась до 16 градусов и ниже. Ситуации уже заинтересовались в Следственном комитете края. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства, при которых город не был подготовлен к зиме. Добавим, что накануне губернатор региона отчитал чиновников Ярового, назвав происходящее рукотворным кризисом. Систему QR-кодов планируют ввести и для пассажиров железной дороги. Такая информация появилась во внутреннем телеграм-канале «Монополии». Правда, правительство России однозначно решение пока не приняло. Но, скорее всего, это случится в самое ближайшее время. В Телеграме за подписью Михаила Жукова, начальника управления информационных технологий ФПК по Ростовской области, говорится о необходимости установить соответствующее программное обеспечение для считывания кодов на все устройства контроля электронных билетов, а также выдать необходимые инструкции проводникам. Установлен и срок до 15 ноября. Кстати, в некоторых регионах России, к примеру, в Хабаровском крае, QR-коды при посадке в поезда уже требуют. При этом Общероссийское объединение пассажиров предупредило вице-премьера Татьяну Голикову, что такие меры резко снизят пассажиропоток. QR-коды, вакцинация, коронавирус. К сожалению, жители нашего региона, так в целом всей страны, весьма неоднозначно относятся к этим явлениям. Некоторые эксперты говорят о том, что общество раскалывается на антипрививочников и тех, кто за вакцинацию от ковида. Складывается ощущение неявной гражданской войны, говорят политологи. Накануне на портале Госуслуг произошел серьезный сбой в сроках действия сертификатов в вакцинации. Они сократились в два раза – от года до полугода. Такая неполадка коснулась 300 тысяч человек. Правда, прежние сроки действия сертификатов восстановили уже через 4 часа, но люди успели напугаться. Что думают по этому факту барнаульцы, смотрите в репортаже Валентины Аскеровой. Как вы думаете, с какой периодичностью это стоит делать? Я еще раз, я не говорю, что это нужно делать, поскольку у меня одна подруга 15 октября умерла, провакцинировавшись, а вторая сейчас в тяжелейшем состоянии, провакцинировалась три дня назад. Я комментировать раз в полгода или еще чаще раз в год, я не могу, зная вот такие примеры. Дайте вакцинацию, потом спрашивайте. Вакцины нету, я считаю так. А вы что-то изучали, смотрели, с кем-то с вами? Ну, я вообще-то изучаю, как бы в интернете, да, смотрю. Да, вакцина, она, наверное, будет помогать людям, легче это все переносить. Напомним, сбои в сроках действия сертификатов в вакцинации с года до полугода произошел накануне. Неполадка коснулась 300 тысяч россиян, в том числе и жителей Алтайского края. Люди напугались и экстренно. Уже спустя 4 часа прежние сроки действия восстановились. Общественники и врачи краевой столицы в курсе случившегося. Но утверждать о том, специально ли это было сделано, они не могут. А вот о том, с какой периодичностью нужно вакцинироваться, говорят, можно и каждые полгода. Но главное, чтобы вакцина была изменена и доработана под новый штамм коронавируса. Если мы угадаем вирус, в этом вся особенность в том, что вирус мутирует, белковую оболочку он меняет, он просто переодевается. И получается таким образом, что мы не знаем, с кем мы боремся. Пока избрали такую тактику, давайте будем чаще ревакцинироваться. То одна вакцина, то другая вакцина, то еще что-то. Короче говоря, это реальная жизнь. Чем больше и разнообразнее вакцины, чем больше будет прививаться, тем есть шансов, как принцип береженого Бог бережет. Алтайские инфекционисты призывают вакцинироваться каждые полгода, но не могут гарантировать, что новые препараты будут доработанными. И может ли в таком случае прививка быть надежной защитой для людей? Что касается сбоя системы на госуслугах, некоторые сомневаются в ее случайности. Развернутые мнения экспертов по этим вопросам мы постараемся дать в нашем специальном репортаже, который выйдет в эфир в ближайшее время. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульским пенсионерам помогут бесплатно распечатать QR-код о вакцинации. Речь идет о пожилых людях, которые по какой-то причине не могут сделать это самостоятельно. Не секрет, что многие бабушки и дедушки пользуются кнопочным телефоном, не умеют пользоваться интернетом, и новые правила нашей жизни могут их просто напугать. Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу и многофункциональные центры, их филиалы, сейчас могут для пожилых граждан оказать такую услугу, как распечатка QR-кода. К нам нужно обратиться пожилому человеку, если он не может нигде, ему не могут помочь его ближайшие родственники с распечаткой, мы можем распечатать этот QR-код и выдать его на руки. Важно, что речь идет именно о тех пенсионерах, которые имеют доступ на портал госуслуг. Тем, кто там не зарегистрирован, необходимо обратиться в поликлинику, где ставили прививку. Медучреждения пожилому человеку должны выдать справку о прививке. Также пенсионерам, своим родственникам или соседям могут помочь простые люди распечатать QR-код и рассказать, как он работает. Около 40 тысяч пациентов в Барнауле смогут обследоваться на новом оборудовании. В рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения третья городская поликлиника получила технику более чем на 20 миллионов рублей. С подробностями София Яценко. Проверить состояние костной системы, ткани, сосуды и внутренние органы. Обследоваться на рентген в третью поликлинику ежедневно приходит около 300 человек. Аппарат, с помощью которого выявляют патологии, давно устарел, хотя с работы еще справляется. Но дожидаться его выхода из строя не стали. Медучреждение, которое обслуживает несколько десятков тысяч пациентов, получило новое современное оборудование. Облегчает работу и врача, и лаборанта. Не требуется дополнительных средств для проявления пленочки. Все это в цифровом режиме. Придается на компьютер сначала лаборанта, потом врача. И врач описывает, и в этот же день пациент получает результат готовый. Кроме рентгеновского аппарата, поликлиника получила и новый цифровой флюограф. По словам врачей, его установят в ближайшие дни. А вот рентген уже работает, правда, пока в тестовом режиме. К слову, по федеральной программе модернизации первичного звена, поликлиника уже получала современные аппараты. В прошлом году мы, например, получили эндоскопический эндоскоп. Это ФГДС, смотреть желудок, то есть современное оборудование. В прошлом же году мы получили, нет, год назад получили УЗИ-аппарат для женской консультации. Мы планируем, ожидаем получения УЗИ-аппарата для общего кабинета, то есть соматического, как мы называем. На каждую единицу техники федеральный бюджет выделил порядка 10 миллионов рублей. Край профинансировал ремонт кабинетов для их установки. Они должны соответствовать радиационным и санопетребованиям. Обновления успели оценить пациенты. Стало очень чисто, светло, коридоры светлые, все очень хорошо, мне нравится. А оборудование, то, что рентгена касается, тут тоже, мне кажется, это небо и земля. Ну, может быть, и не небо и земля, но чувствуется, что разница есть в оборудовании. Всего по проекту обновления поликлиника больниц регион закупит 47 современных диагностических аппаратов – рентген, томографов и мамографов. По словам врачей, такие перемены позволят значительно облегчить их работу и повысить качество обследования, что особенно важно в период пандемии. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. В крае продолжается перепись населения, пересчитывают в том числе и бездомных. В ходе всероссийской переписи их опрашивают на улицах и даже на свалках. А буквально вчера переписчики побывали в центре адаптации для бомжей. Зачем переписывают бродяг, расскажут наши коллеги. Всероссийская перепись населения коснулась и бездомных. Здесь логично, вопросы о месте жительства не задают, зато спрашивают о финансах. Но те, понятно, поют романцы. А вот интеллектуальный багаж имеется. Еще язык какой-нибудь знаете, кроме русского? Ну, литовский, немного. Мы должны при опросе населения заполнять переписной лист формы П на помещение, в котором проживают граждане. Так как у бездомных нет постоянного места жительства, мы их переписываем в данном случае по адресу центра адаптации. Для них переписной лист формы П не заполняется. Работать в приюте для бомжей, говорят переписчики, все-таки приятнее, чем на свалках. А случаи, когда опрашивать бездомных приходилось там, бывали. Логичный вопрос, зачем? Мы узнаем о том, сколько таких граждан. Можем, соответственно, правительство наше может рассчитать нагрузку, сколько нужно центров адаптации, как им можно помочь, какие социальные программы нужны, если таких граждан у нас либо стало больше, либо если меньше, то как-то оптимизировать эту работу. К слову, о переписи бездомных заговорили еще минувшим летом. Тогда власти страны поручили Минтруду и МВД разработать критерии, по которым россиян начнут относить к категории бомжей. А после поставить таких в очередь на получение социального жилья. Вот только верится в это слабо, поскольку дождаться его порой долгие годы не могут другие малообеспеченные, но не столь безответственные категории граждан. Анна Рошагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Сегодня в Центральном районном суде Барнаула прошло очередное заседание по делу бывшего министра транспорта региона Александра Дементьева. В деле 15 томов на данный момент продолжается исследование письменных материалов уголовного дела. Сторона обвинения представляет свои доказательства. Напомним, Александра Дементьева назначили министром транспорта Алтайского края в октябре 2018 года. Эту должность он занимал по мае 2021 года. В июне Дементьева задержали по подозрению в получении взятки более 5 миллионов рублей. По версии следствия, за деньги министр обещал покровительство одной компании, которая наносит дорожную разметку. Речь шла о заключении контракта и о беспроблемной приемке выполненных работ. Ранее Александр Дементьев уже признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Бесплатную психологическую помощь могут получить родители алтайских школьников по вопросам воспитания детей. Такой проект на средства федерального гранта реализует педагогический вуз края. На эти цели университет вот уже в третий раз выиграл федеральный грант. За два прежних года в стенах АлтГПУ провели больше 6 тысяч консультаций с психологами. Какие перспективы открывает новый рубеж, знает Анара Шагирова. Давайте немножечко снова вспомним то национальное состояние, которым вы наделили эту карту. По этим картам психологи не предсказывают будущее, а вполне реально работают над проблемами насущными. В центре внимания вопросы воспитания детей. Они, кстати, возникают не только у молодых родителей. Как бороться с агрессивностью у ребенка, приучить к ответственности и отвлечь от гаджетов. Эти и другие подобные проблемы помогают решить опытные психологи при педагогическом университете. Сейчас вопросы дистанционного образования, когда родители очень переживают, что не знают, как вести себя с ребенком, чтобы он не снизил свои темпы обучения, чтобы все было хорошо и чтобы он не разучился общаться с реальными людьми. Проект «Семья. Планета детства» действует не только при вузе, но и при школах и интернатах в разных районах края. В общей сложности порядка 40 психологов провели уже больше 20 тысяч консультаций, как реальных, так и онлайн. Специалисты говорят, в вопросах искажения воспитания нередко кроются другие проблемы. Здесь, конечно, еще затрагиваются отношения супружеские. Ведь на самом деле семья состоит не из одного человека и не из одного ребенка. Поэтому начинаются какие-то моменты понимания и всплывать вопросы относительно не только «я как родитель», «я как мать», «я как отец», «я как супруг». Если, например, у родителя часто возникают проблемы, когда нагрузки большие, когда вот несколько детей в семье, да, и каждому нужно уделить внимание, и работающие родители, естественно, то обращаются по поводу эмоционального выгорания, по поводу различных нервных срывов, что я уже не могу с ними справляться. В центре напоминает, участие в проекте не разовое, то есть специалисты готовы в ходе долгих консультаций довести родителей до окончательного устранения проблемы. Записаться на консультации можно на сайте ЛГПУ или по месту жительства. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Лучшая школа России. Под таким названием в Барнауле проходят всероссийские соревнования по спортивной аэробике. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в столицу края приехали спортсмены из семи регионов страны. Кому-то из них едва исполнилось шесть, кому-то уже больше восемнадцати, но все полны решимости, если не победить, то показать себя с лучшей стороны. Подробности далее. Яркие костюмы, громкая музыка, четкие и точные движения, спортивная аэробика, сплав художественной и спортивной гимнастики. Чтобы так легко и непринужденно двигаться по ковру во время соревнований, приходится долго тренироваться, порой по четыре часа в день. Спортивную аэробику малышей приводят годиков три к одиннадцати, многие уже становятся победителями и призерами самых разных стартов. Здесь, думаешь, какое место занять? Здесь я хочу, конечно, первое, а соперники очень сильные. Спортивной аэробикой я занимаюсь уже довольно долго, одиннадцать лет. Самое, наверное, запоминающееся это было первенство России. В сольном выступлении я занял шестое место, попал в финал. Это хороший результат? Я считаю, что да, все были довольны, тренеры тоже, это самое главное. Я хочу стать чемпионом мира, это моя мечта была с детства. К слову, эти соревнования не являются отборочными на какие-то международные старты, просто очередной повод показать себя и посмотреть на других. Судьи говорят, барнаульцы в числе фаворитов. Но соперники, особенно иркутяне, новосибирцы и представители Башкортостана, готовы составить конкуренцию. Музыка у нас должна быть довольно быстрая, но время программ зависит от того, какого возраста спортсмен. У малышей программа составляет одну минуту, у спортсменов чуть постарше минута 15, максимально минута 20. Но за эту минуту 20 нужно показать свое мастерство на высоком уровне, в хорошей динамике, в сложной координации. Кстати, несмотря на отсутствие болельщиков, на соревнованиях довольно шумно и не только из-за музыки. Каждая команда усиленно болеет и поддерживает своих. Ну а если говорить об итогах, то самые юные спортсмены свои медали получат уже сегодня. Финалы для старших пройдут 10 ноября. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Ну и в завершении выпуска почти 600 лебедей прилетело зимовать на незамерзающее Алтайское озеро Светлое, что в Советском районе. Белоснежными птицами все ноябрьские выходные любовались сотни жителей с разных уголков нашей страны. Смотрите, как они кричат, радуются. Сегодня она на Лебедином озере. По подсчетам орнитологов, 600 пернатых. Но, как говорят специалисты, это только первая партия. Совсем скоро лебедей станет еще больше. Гостить на Алтае они будут всю зиму. Кстати, среди белоснежных птиц на озере в Советском районе можно встретить и уток. Они также остаются здесь зимовать. Заказники уже заготовили для птиц 200 тонн овса. Подкармливают их и туристы. Кстати, известный алтайский шаман Артем Игнатенко называет «Лебединое озеро» уникальным местом нашего региона. Особенно хорошо любоваться им прекрасному полу. Лебединое озеро – это одно из главных женских мест России. Лебедь – от Эмлады, богиня семейного уклада. Она пара делает раз на всю жизнь. Они не пережениваются, лебеди. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его напомню – 205-545. Ну а далее о погоде – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok